Баллада о королевском мутерброде. Король его величества просил ее величества, чтобы ее величество спросил у молочницы, нельзя ли доставить масло на завтрак королю. Придворная молочница сказала, разумеется, схожу-скажу корове, покуда я не сплю. Придворная молочница пошла к своей корове и говорит корове, лежащей на полу, веляли их величество известное количество отборнейшего масла доставить к их столу. Ленивая корова ответила спросоне, скажите их величеством, что нынче очень многие, двуногие и безрогие, предпочитают мармелад, а также пастилу. Придворная молочница сказала, вы подумайте, и тут же королеве представила доклад, сто раз прошу прощения за это предложение, но если вы намажете на тонкий ломтик хлеба фруктовый мармелад, король его величества, наверное, будет рад. В тот час же королева пошла к его величеству и, будто между прочим, сказала мне в попад, ах да, мой друг, по поводу обещанного масла, хотите ли попробовать на завтрак мармелад? Король ответил, глупости. Король сказал, о боже мой. Король вздохнул, о господи, и снова лег в кровать. Еще никто, сказал он, никто меня на свете не называл капризным, просил я только масла на завтрак мне подать. Но на это королева сказала, ну конечно, и тут же приказала молочницу позвать. Придворная молочница сказала, ну конечно, и тут же побежала в коровий хлеб опять. Придворная корова спросила, в чем же дело? Я ничего дурного сказать вам не хотела. Возьмите простокваши и молока для каши, и сливочного масла могу вам тоже дать. Придворная молочница сказала, благодарствуйте, и масло на подносе послала королю. Король воскликнул, масло, отличнейшее масло, прекраснейшее масло, я так его люблю. Никто, никто, сказал он, и вылез из кровати. Никто, никто, сказал он, спускаясь вниз в халате. Никто, никто, сказал он, намылив руки мылом. Никто, никто, сказал он, съезжая по перилам. Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд, за то, что к чаю я люблю хороший бутерброд.